В Лабутнангах продолжаются командно-штабные учения. Сегодня в 6.30 в город поступила вводная, согласно которой на единственном предприятии, снабжающем город электроэнергией, произошла авария и пострадали люди. Экстренно была собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям, и службы быстрого реагирования приступили к ликвидации аварии на ПЭС. Татьяна Швец знает подробности. О том, как действовали бы представители экстренных служб городских учреждений и предприятий в чрезвычайной ситуации, они рассказали на внепланном заседании КЧС. ПЭС, полиция, больница, теплоэнергетик, Роснефть, управление экономики и ЕДДС познакомили членов комиссии с развитием событий. От получения вводной до завершения ликвидации ЧС. Уже после докладов первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Ямалу Дмитрий Александров указал собравшимся на ошибки. Незначительные, но иногда маленькие нюансы дают большие проблемы, констатировал Дмитрий Владимирович. В числе минусов – организация горячего питания, оповещение населения, психологическая помощь. Наша задача КЧС. За нами люди за спиной. Мы должны организовать не только работу на ГТГ, но и заботятся люди о нашем. Люди – это прежде всего. От теории к практике перешли уже во второй половине дня. Службы постоянной готовности работали на объекте, где, по легенде, в 6.30 произошло возгорание. Все события происходят на предприятии ПЭС. Город ровно на сутки остался без электроэнергии. В результате аварии семь человек пострадало, двое сотрудников погибло. Именно такая вводная поступила сегодня утром в ЕДДС. Первыми на ПЭС прибыли пожарные, которые сразу приступили к оценке ситуации, развертыванию штаба и ликвидации возгорания. В аппарат включить. А медики уже принимали пострадавших и оказывали им необходимую медицинскую помощь. В течение получаса пожар был локализован. Действия службы быстрого реагирования получили положительную оценку. Нормально отработали, то есть своевременное прибытие, развертывание, организация тушения, организация помощи пострадавшим, то есть отработали в полном объекте. Все экстренные службы отработали оперативно, уложились во все нормативно установленные сроки. Локализация пожара была проведена также оперативно. Тушение пожара представители непосредственно ПЭСа оказывали всю необходимую поддержку. Как вы видели, эвакуация тоже была выполнена своевременно. Но на этом командно-штабные учения не завершаются. Впереди еще два дня и новые вводные. В зависимости от той вводной, которую мы получим, и тех вводных, которые мы получим, мы уже будем вырабатывать решения, которые лягут в основу решения комиссии по учречению ситуаций муниципального образования города. В этом нам помогают наши службы, руководители, организации, учреждения. Вводные можете получить в любое время дня и ночи, да, можно сказать? Так точно, в любое время. Обычно вводные поступают на ЕДДС, оперативную дежурную, и отсюда уже начинается, так скажем, первый шаг по выполнению тех или иных требований, которые нам предъявляются. Татьяна Швец, Максим Мячин. Программа «Время местное».